Это программа День с Толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Финансовый документ края потяжелел почти на 6 миллиардов рублей. Регион получил федеральный транш. Жители Павловского района против строительства завода по переработке мусора. Почему и есть ли шанс на компромисс? Привезли медали. Новоалтайские школьники стали вторыми на международном конкурсе робототехники. Третьи сутки подряд после урагана жители многих населенных пунктов края продолжают оставаться без света. Если энергетики не устранят проблемы в ближайшее время, может замерзнуть система отопления и люди будут жить в холодных домах. А между тем, в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание до 15-20 градусов мороза. О том, что свет до сих пор не включили, жалуются жители некоторых районов Бейска, Первомайского района, а также сел Колывановское, Налобихо, Полковниково, Зональное, Залесово, Стуково, Новый Зорий и Павловск. У меня дома сейчас плюс 5 температура. Вот еще в чем дело. Практически все топятся газовыми котлами. Естественно, нет электроэнергии, нет дома отопления. Третьи сутки нет отопления. Вот у меня сейчас дома в данный момент плюс 5 градусов. Если до вечера отопления не будет, я боюсь, что у меня прихватят и водопровод, и дома батареи разморозятся. Вот еще что страшное. В Барнауле без света продолжает оставаться садоводство ОП-3 и часть казенной заимки. Электрики заверяют, что продолжают устранять повреждения на сетях, чтобы возобновить подачу как можно быстрее. Перейдем к другой теме. Не хотят задыхаться от чужого мусора. Жители Павловского района выступают против создания на их земле комплекса для переработки мусора. Завод там планируют построить в ближайшие годы. Его мощность может составить 250 тысяч тонн отходов в год, что решило бы проблему складирования нечистот в Барнауле и близлежащих районах. Данил Кузнецов пообщался с местными жителями. Подробнее в сюжете. Ничего не пострадает, против. А вот пострадает, пострадает. Почему жители? Я вас услышала. Не позволим, не позволим. Не против. Соберем митинг. Сказано, сделано. Жители Павловска действительно собрались у здания администрации района 15 ноября. В тот день власти края и муниципалитета, а также несколько местных жителей обсуждали перспективу создания мусороперерабатывающего предприятия, которое в крае хотят построить здесь уже не первый год. Люди против. Не делайте из Павловска помойку. В любом случае, завод, не завод, это клеймо приклеится к населенному пункту. То есть Павловский будет мусороперерабатывающий. Судя по информации с совещания, будущий завод должен расположиться между селами Павловск, Елунино и Боровиково. У местных есть вопросы к выбранному участку. Люди говорят, что весной там собираются талые воды, а потом стекают в обь. А жители Павловска считают заявленное расстояние всего в 5 километров от их села слишком близким. Неподалеку от населенного пункта действуют детские лагеря и санатории. И хоть чиновники утверждают, что роза ветров не создаст проблем, люди так не думают. Павловск находится как в чаше, поэтому даже при любом раскладе весь ветер, всю эту пакость, которая происходит, она приносит к нам на территорию района, не то, что район, а в Павловск именно. И она здесь осаждается. Поэтому лес расположен вокруг Павловска, и практически это никуда не уносится, все остается здесь. Опасаются люди и масштабов комплекса. На совещании было заявлено, что завод будет принимать мусор с 10 районов, в том числе Барнаула. Они не скрывают то, что для них удобно в плане коммуникации и логистики. То есть есть дороги, есть электричество, есть газ. Если где-то иные места, то там нужно все это проводить, строить. Плюс, как бы, они указывают второй момент, то, что земля должна быть в краевой или муниципальной собственности. То есть, соответственно, вроде как в других направлениях, где нет густонаселенных пунктов, людей. Соответственно, там земля частная. Жители Павловска изначально были неравнодушны к проекту мусороперерабатывающего завода. Главный поселок района уже много лет страдает от местного полигона. Мало того, что свалка расположена еще ближе к городу, чем будущий комплекс, так она еще и постоянно горит. Жители считают, что ее поджигают, чтобы уменьшить число отходов. Люди кого-то отчасти подвели, потому что люди устали, вот это вот постоянно нюхать. И это происходит вот каждый вечер, тут открытым пламенем все зарево, к утру притухло. По мнению жителей, завод едва ли будет отличаться от подобной свалки. Ведь даже один из самых передовых мусорных комплексов России больше процент нечистот закапывает. Согласно документам, предприятие в Павловске будет утилизировать не менее 40% от массы ТКО. Среди них будут органические отходы, черные цветные металлы, макулатура, полимеры, стекло. Лучший выход из ситуации, считают активисты, минимизировать количество мусора, построив частный комплекс, только для районных отходов, вдали от административного центра. Тем более, один из меценатов потенциально готов поддержать эту идею, утверждают жители. За комментарием касательно проблем мы обратились в администрацию. Однако, как нам сказали в приемной, сегодня глава Павловского района отсутствует. За три дня нам не удалось с ней связаться. У главы плотный график. Комментировать ситуацию не стали и краевые депутаты, участвовавшие в собрании в Павловской администрации. А Краевое министерство природы не смогло оперативно предоставить ответ на наш запрос. Сейчас жители Павловска живут надеждой. В 2021 году комплекс по переработке мусора хотели сделать в Первомайском районе. Когда жители запротестовали, решение отменили. Но эксперты утверждают, что там ситуация была проще. Тогда еще не было ни инструментально запущенных, только решила речь о легимитизации вопросов, внесенных в территориальную схему. То есть не было никаких, собственно говоря, серьезных больших решений. А здесь уже есть и нормативка принятая, ну и, собственно, запущенные процедуры. То есть заключение конституционного соглашения. Проект о создании комплекса в Павловском районе уже участвует в процедуре торгов. И скоро будет объявлен победитель, который должен будет приступить к созданию предприятия. Для начала разработает проект. При этом общественных слушаний не проводилось. Было это мероприятие, и оно позиционировалось как рабочее совещание у главы. То есть это не общественное слушание было. Нужны общественные слушания при переводе земельного участка в категории сельхозназначения в категории землепромышленного назначения. Сейчас жители обращаются к местным депутатам и собирают подписи против строительства комплекса. Их счет идет на сотни. Раздают такие автомобильные наклейки. А 25 ноября планируют собрать всех несогласных на стадионе и выразить общую позицию. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Студент Алтайского вуза убеждал в необходимости вступить в террористическую организацию и стать участниками боевого джихада. За пропаганду терроризма молодого человека ждет суд. Следственное отделение УФСБ России по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении иностранного студента одного из алтайских вузов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям. Публичное оправдание и пропаганда терроризма, а также вовлечение лиц в деятельность террористической организации. Установлено, что с начала 2023 года иностранец публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации. При общении с собеседниками он заявлял о правильности идеологии и практике терроризма, целесообразности применения насилия в адрес неверных, не разделяющих радикальные идеи, определяя тех, против кого борются террористы по национальным и религиозным признакам. Формируя образ праведности, привлекательности и даже богоугодности террористов, террористической организации, молодой человек убеждал своих собеседников в необходимости вступить в ее ряды и стать участниками боевого джихада. По данным правоохранителей, молодой человек проникся идеологией терроризма. В ходе следствия он заявил о том, что готов лично участвовать в боевых действиях в составе запрещенной организации, а также к убийству неверных. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Первый Восточный окружной военный суд. Краевой бюджет на 2024 год дополнительно получит почти 6 млрд рублей от Федерации. Законопроект главного финансового документа региона уже скорректирован. Во время очередной сессии депутаты вернутся к первому чтению проекта и затем, как и запланировано, перейдут ко второму чтению. Напомним, в октябре парламентарии в первом чтении утвердили основные параметры краевого бюджета на следующий год. На тот момент доходы составлялись 143 млрд рублей, расходы – 158, общий дефицит – почти 15 млрд рублей. Но накануне стало известно, почти на 6 млрд рублей за счет трансферта из Москвы доходы региона вырастут. Дополнительная сумма сложилась за счет увеличения вливаний по нескольким направлениям. В частности, увеличена сумма перечислений фонд заработной платы, фонд развития нашего региона и на реализацию программы модернизации системы здравообразования. Как отметил председатель краевого парламента, несмотря на все напряжение федерального бюджета, данный транш из Москвы точно не последний. Больше 130 участников и 10 топовых экспертов из Сибири и Москвы встретились сегодня на первом форуме креативных индустрий в Алтайском крае «Мой креатив – мой бизнес». В течение нескольких дней предприниматели из самых разных уголов региона получат максимум знаний в своей отрасли и начнут применять их на практике. О важности мероприятия для малого и среднего предпринимательства расскажет Валентина Аскерова. Есть потенциал роста в том, что наш креативный продукт может быть интересен в других регионах и в принципе не важно, где ты находишься. На сцене самые успешные эксперты в области креативной индустрии. В зале самые талантливые IT-специалисты, дизайнеры, урбанисты и многие другие предприниматели Алтайского края. На форум «Мой креатив – мой бизнес» зарегистрировались свыше 130 бизнесменов и бизнесвумен. Художница Анастасия – одна из тех, кто увидел в социальных сетях центра «Мой бизнес» анонс масштабного события и не раздумывая подала заявку на участие. Три года назад девушка начала рисовать смолой. Со временем хобби переросло в успешное дело. Так как я сама из творческой сферы, я художник-сполинист, поэтому я пришла сюда за вдохновением, за новыми знаниями и за новыми знакомствами, который в принципе уже не начался, уже со многими людьми познакомилась. С некоторыми мы даже перекликаемся, это может быть какое-нибудь сотрудничество. И в целом я уверена, что здесь порцию вдохновения я своего точно получу. Участники черпают вдохновение и прокачивают свой скилл. А практикующие топ-спикеры из Москвы и Сибири, чей опыт и знаний уже позволил бизнесу по всей России подняться на новую ступень, делятся с предпринимателями лайфхаками. Рассказывают о том, что креативная индустрия сегодня имеет огромный потенциал и на нее нужно делать ставку. Креативные индустрии долгое время воспринимались как какой-то такой чертик из табакерки. В том плане, что очень модно, что-то очень прикольно. Но если говорить про всю страну, это примерно 6, 8, а где-то 12% вкладов ВВП в разные регионы. Чтобы вы понимали, много это или мало, это, например, как вклад в все строительные отрасли. И креативные индустрии – это от айтишников, диджитал, до организации событий, новых ресторанов, новых концепций, архитекторов, дизайнеров, фэшн-индустрии. Там, где глобально талант соединяется с творчеством и с бизнесом. Форум креативных индустрий организовал Центр «Мой бизнес». Мероприятие поддержало и Краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Конечно, мы работали и с ремесленниками, и с разными направлениями, и с гастрономическими бизнеса, и бьюти-сферы. Но вот так, чтобы собрать на одной площадке всех и рассказать о том, для чего эта Края нужна, почему интересы к этим индустриям. Сейчас он на федеральном уровне, в рамках национального проекта очень большой, и на региональном тоже мы не хотим отставать. Вот для этого мы сегодня и собираемся, и задать как бы первый шаг сделать в открытии Алтая для креативных индустрий. В Госдуме уже подготовлен проект закона о развитии креативных творческих индустрий. На протяжении многих лет творческая сфера оставалась с экономической точки зрения в тени, но пришло время вывести ее в правовое поле. Это позволит предусмотреть меры поддержки для тех, кто только делает первые шаги в этой отрасли. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Команда юных робототехников из Новоалтайска заняла второе место в международном конкурсе «Робофинист», который проходил в Санкт-Петербурге в начале ноября. Четверо школьников обошли 3000 соперников, заставив своих роботов выполнять нужные действия. Где этому учатся, узнавала Дарья Ерохина. Прокатить робота точно по линии – классическая задача для начинающего робототехника. Но и к этому нужно прийти. 13-летний Алексей собирает и программирует такие машинки уже 4 года. То, что их программировать достаточно интересно. Какие-то сложности присутствуют в плане того, что едет не туда что-то, конструкция как-то не так работает. Просто думать надо, как собрать что-то, как написать код. Думать не так уж и просто. И недавно новоалтайские школьники это доказали, став призерами одного из самых масштабных конкурсов по робототехнике. Их соперников было больше 3000 человек. И хотя многие дети играют в робототехнику, к конкурсу готовились серьезно. Для младших в основном сюрприз, потому что они слышат ключевое слово «Лего». То есть «Лего» – это ассоциация с игрой. То есть мы это дело пытаемся искоренить, переубедить, потому что мы не играем. То есть у нас изучение механизмов различных. Но вот опять же, если возвращаясь к робофинисту, у младших, например, была защита. То есть вот они кроме того, что собрали, подошли судьи и спросили, а что это за механизм. Ребенок не отвечает, баллы не получает. Каждому участнику выдавали на конкурсе коробку с конструктором. Их роботы должны были без ошибок проехать по линии, захватить предмет, подсчитать перекрестки. На это давался один час и всего две попытки. Определялись в одном мнении, и тогда начало получаться. И в итоге наши школьники заняли второе место престижного и масштабного международного конкурса. К этому теперь стремятся и их коллеги. В центре занимается почти 60 детей. С каждым годом желающих все больше. А сама сфера все сложнее. Постоянно нововведения какие-то у нас происходят. То есть я постоянно, я лично постоянно чему-то учусь. У меня выходят пособия определенные, которые пользуются определенным спросом. Недавно в Беларусь 12 книжек отправил. То есть поэтому сейчас переходим потихоньку в искусственный интеллект. В будущем выпускники центра смогут стать программистами или создавать различные механизмы. Главное – не терять интерес, учиться. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. К новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» готовятся к очередному турне, где сыграют четыре серьезных поединка. Чемпионат ВХЛ перевалил за экватор. Как команда сыграла первый круг и насколько важна поддержка болельщиков, расскажет Дмитрий Дроздов. Режим тренировки, но на льду жесткие стыки, хлесткие броски. Все как на играх. Подготовка к очередному выезду Тула-Москва, Тюмень и Ханты-Мансийск максимально серьезная. Тем более чемпионат завершил первый круг. И команда расположилась на 21 месте из 29. Для первого сезона вроде и неплохо, но есть над чем работать. Мы маленько недовольны своим местом, потому что 3-5 очков нам не хватает в таблице. Где-то мы потеряли незапланированно, скажем так, но и приобрели в боях с такими грандами высшей хоккейной лиги. Поэтому есть над чем работать, готовиться. На что обратить внимание? Да, хотелось бы обратить внимание на психологию парней. В плане психологии. Некоторые матчи «Динамо-Алтай» ввели в одну шайбу, но не всегда получалось сохранить победный сценарий игры. Над этим опытом хоккеисты активно работают. Все равно, говорю, команда новая, молодая достаточно. Первый сезон, все притирается, все друг к другу. Это хоккей, это спорт, поэтому во втором круге будем стараться более уверенно забирать концовки. Здесь одни из лучших болельщиков, где я был. Ну, настоящих болельщиков, которые болеют, остаются с командой до конца, несмотря как она играет, поддерживают. Немало, конечно, и диванных экспертов, кто пишет всякую ерунду. Такое они приветствуют. Надо быть всегда с командой вместе. Сегодня барнаульцы провели последнюю тренировку перед выездом. И команде предстоит сыграть против Тульской Академии Михайлова, затем против Московской Звезды. Третий матч один из самых сложных против лидера чемпионата Тюменского Рубина. И завершать «Динамовцы» свое турне матчем против Ханты-Мансийской Югры. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня телевизионщики всего мира празднуют свой профессиональный праздник – День телевидения. Поздравления в этот день принимают все работники ТВ – журналисты, ведущие, операторы, режиссеры, монтажеры и редакторы. Праздник учредили в честь первого всемирного телевизионного форума. ТВ сегодня уже не ассоциируется с голубым экраном. Она уже давно интегрировалась в гаджеты, видеохостинги. А это значит, что эфиры стали в разы доступнее для зрителей. Так, ежедневный 20-минутный выпуск нашего телеканала можно посмотреть не только на «22-кнопке», но и на YouTube-канале и на сайте «Толк». Выпуск новостей с остро-социальными репортажами телезритель может увидеть в любое время и на любой удобной для него платформе. У меня на этом все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...